Всем привет! В эфире программа Пропеллер. Всех с наступающим Новым Годом! Вот. Наш первый сюжет посвящен хендмейт. Это сделанное руками. Если бы мне друг подарил бы на Новый Год, допустим, лет 10 назад, что-нибудь такое, ну что он может подарить? Связал бы мне носки, я бы сказал, во-во-во, полегче. А сейчас это чертовски приятно. И тепло. И тепло, что самое главное. Такая клевая, неуправляемая штучка вообще. Ты не уходи от вопроса, говорю. Ты у нас красная фурия создавала что-нибудь? Мы же, получается, всю жизнь этим занимались. Вот взять уроки труда. Мы там делали лопатки. Выжигали там с любовью маме. И уроки домоводства. Мы шили всякие юбочки, кофточки. Тоже все сад. Варили суп. Да, это не хендмейт. Ну почему? Вот суп, я вот хочу поспорить. Суп это самый лучший подарок на самом деле. Приготовили борща тебе. Вот это хендмейт, так как хендмейт. И останется, подарите на Новый Год. Спасибо, дорогая. Сынок, на 10 лет на Новый Год мы не будем тебе дарить иксбокс, мы подарим тебе борщ. Ура! 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 Лепишь, рисуешь, в школе уроки труда шьешь, вышиваешь. Просто кто-то выбирает для себя другую профессию. Я же почему-то больше склонилась к ручному такому труду. Так получилось, что из всех профессий я выбрала профессию дизайнера. То есть по профессии я средовой дизайнер. Но по сути я больше, конечно, декоратор. Я люблю больше именно какой-то конкретной вещи заниматься, прямо ее делать с нуля. Допустим, есть декупаж. Декупаж – это вообще декорирование любой, в принципе, поверхности. Социальная либо бумага, либо салфетками. Страбукинг, изготовление открыток. Кто-то лепит, кто-то занимается пластикой, кто-то занимается куклами, кто-то занимается конкретно тильдами. Разновидности, целая куча его конкретно как-то там разграничен. Я люблю очень стили такой винтаж, ретро, что-то какого-то старинные вещи. Очень люблю. И меня как-то вот в один момент очень увлекло натуральное маловарение. Определенные масла, определенные травы. Ты заставляешь рецептуру. Любимый процесс – это нарезка уже мыла. Когда ты его залил в сусло, оно у тебя застыло. Спустя месяц с удовольствием открываешь его, достаешь, и начинается вот эта вот нарезка мыла. Это, наверное, самый кайфовый процесс вот по всем этом мыловарении. Все новичкам я бы тоже посоветовала не заниматься каким-то конкретным, вот, например, все, хочу заниматься только лепкой, там, из полимерной глины, а попробовать себя во всем, во всем, во всем. Я, конечно, посоветовала в любом случае не бояться вообще делать какие-то подарки своими руками. Берите, пробуйте, делайте. Люди все равно всегда оценят, особенно тот человек, которому вы хотите подарить этот подарок. Некоторые, как считают, что могут себе позволить лучше купить дорогой подарок, например, как сейчас модно, тот же айфон или какие-то сертификаты, да, и что этот человек оценит, что, о, ничего себе, я на тебя столько денег потратил. Я сама очень ценю подарки именно ручной работы, потому что человек туда вкладывает свою душу, свое личное время, которое он мог бы, не знаю, там, пойти поспать, погулять. Вот и получается, что, конечно, подарок, сделанный своими руками, как-то несет в себе частичку тепла, чего-то такого. А одной из самых главных составляющих новогоднего настроения, это, конечно, новогодний стол. Я вот сколько уже живу, да? Сколько я живу на этом свете? Я ни разу не готовил на Новый год. Вот и счастливее. Серьезно, да, ну потому что, да, у меня там семья женщины, говорят, иди, ну не мешайся, все, я лежу, смотрю спокойно иронию судьбы, я смотрю джентльмена удачи от начала до конца, в перерыве я бегаю за горошком, ну то есть вот такие мелочи выполняю и все, а к столу, к кухне меня вообще не подпускают, потому что там все... А не мужское это дело, на кухне ковыряться. Да. Ну спасибо. Ну за горошком бегать мужское в минус 50, а так-то тоже это... Но если мужчина хорошо готовит, то это огромный плюс. К чему? Мне кажется, у каждой семьи должен быть какой-то свой секрет, какое-то свое блюдо, которое они готовят каждый год. Да. У меня было, помню, с детства, это корейский салат. Знаешь, как он по-корейски называется? Камдича? Камдича? Да. 22 года, ел, ел каждый год и не знал, что ел кабдичу. Куда бы ты ни пришел, на какое бы праздничество, всегда таз оливье, туда бутылка майонеза уходит. Там уходит кошка уже. Да, ты там кошка уже, там дядя спит чей-то, все нормально там. Вот, а крабовый салат, он немножко, он немножко... Легкий, у него свежий огурчик. И нет крабов, самое главное. Пора отходить от этих старых обычаях, как оливье, крабовый салат, голубцы, надо делать... Нет, конечно, нет, конечно, нет, нет. Да, надо делать что-то новое, там стараться какие-нибудь прикольные печенюхи, какие-нибудь новые экзотические салаты. Просто надо второй стол поставить и сделать что-то новое, и все. Да, старый стол пусть стоит. Пусть стоит. Пусть стоит, не обостряй, не надо. Должно быть оливье, пусть будет оливье. Все эти потрясатели основ, они не понимают вообще, что творят. Новый год должен быть Новым годом. 2015 год, как известно, это год синей овечки или козы. И на каждом праздничном столе обязательно должен быть этот символ. Не важно какой он, можно живую овечку посадить, можно приготовить какое-то блюдо, а можно сделать десерт. Первым делом у нас является создание туловища овечки. Для этого мы высыпали один стакан сахарной пудры, вот в такую вот милую мисочку. И сейчас нам необходимо налить немножечко воды, примерно 3 столовые ложки. Вот такая вот прикольная консистенция. Вот, мы сделали наше первое тело. Мы должны поставить нашу овечку, так сказать, на ноги. Позаботьтесь о том, чтобы низ был немножечко вот такой вот, то есть низ был не укреплен нашей шкурой. Потому что если сухой завтрак у вас будет находиться непосредственно внизу, ножки вот... А делайте как хотите. Дорогие друзья, буквально 2 часа мы снимали нашу рубрику «Кулинарию». И нашей идеей, вообще задумкой были кондитерские барашки. Но если посмотреть, что у нас получилось... И мы говорили о том, что мужчина должен лежать на диване, а наши прекрасные женщины должны готовить. И вы знаете, смотря сейчас на этих барашков на моей тарелке, я понимаю, что это так. Я ухожу на диван. Да, барашек? Пойдем. Нужно же не только дарить подарки, вкусно готовить. Но еще и одеваться. Да, правильно. Да? Я не знал. Я хожу в обычной домашней футболке и в обычных штанах сажусь за стол. Мне говорят, ты как оделся? Иди одень брюки и рубашку. Все, это мой фэшн. Надень. Да, мне говорят, одень. Надень. Еду? Ты еще умничаешь, что ли? Можно секунду? Мне, по-моему, славяная борода в глаз попала. Для мужчин, наверное, как-то не так важно, в чем встречать Новый год. Конечно, втянул пузо, оделал баху, все. Для девушек это... Для своего мужика. Месяцами, месяцами готовиться перед Новым годом. Что я одену? Платье до Нового года, платье на Новый год, платье после, платье на Карпатите. Я переведу, наверное, дело даже не в платье, а готовиться в том смысле. Я влезу в это платье или мне придется какое-то другое надеть? Ты серьезно думаешь, месяцами, что ты оденешь? 31 декабря... А что наденешь? Что наденешь? Одевать вы снеговика будете все равно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 2015 год я решила встретить в длинном платье синего цвета, так как в этом году синий-зеленый цвет. К синему платью можно подбрать сережки с синими камнями. Увелирные украшения, конечно, это хорошо, но они не всегда подходят к нарядам. Можно подбирать хорошую бижутерию, но не массивную. Мне кажется, более что-то нежное, так как девушка должна подчеркнуть свою жест. Обувь вообще должна быть, конечно, подходящей к платью, соответственно. Но сейчас нельзя обработать обувь на платформе. Если платье расшитое сверху, то, соответственно, прическа должна быть высокой, чтобы показать свой наряд. Если платьишко открытое, можно распустить. С 31 на 1 можно одеть длинное платьишко. Остальные дни я предпочитаю, например, одеть либо платье мини, коктейльное, либо что-то более удобное, какие-нибудь, можно даже джинсики, кофточку. Я предлагаю расценивать это все не как руководство к действию, а как такой созерцательный аспект, что люди и вот так делают. Еще вы можете копировать это, можете вдохновляться, а можете надеть свои старые джинсы, футболку Guns'n'Roses и жить своей жизнью. Главное не то, что на тебе. Главное, чтобы на стене ковер висел параллельно. Главное не то, что на тебе, главное то, что у тебя в душе. Одевайся как хочешь, ешь оливье, это праздник, е-е-е. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача заканчивается. Поздравляем вас с наступающим новым 2015 годом. Заходите в наше сообщество ВКонтакте, Проб ТВ, оставляйте свои лайки, комментарии, мы будем ждать. Увидимся ровно через неделю. Это был предновогодний выпуск нашей программы. Встретимся ровно через неделю. Всем пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Экстремизм разрушительный для его участников и для общества в целом. Я думаю, что путь к миру – это толерантность. Уважайте национальные традиции, обычаи и чувства своих друзей и разных народов. Якутия – многонациональная семья, и экстремизму здесь не место.